приветствую вас дорогие друзья подписчики и гости нашего канала сегодня хочу вам представить новый караван на нашей площадке свит харизма 2008 года 555 модель прицеп растаможен находится в санкт-петербурге я не на 1 улица шоссейная 50 а 4 5 местная планировка с аккумулятором в комплекте и резина 14 сашка в данном караване подключение аккумулятора находится здесь также здесь 220 подключение сейчас пойдет к этой стране еще вернемся передней части у нас большой бардачок для хранения газовых баллонов две вилки по 7 пин прицепной отстройства со стабилизатором движения накатными тормозами также у нас есть ручник и стояночное колесо как выглядит бардачок все знаете посередине ставится два 27 литров баллона слева справа у нас остается место место для того чтобы мы могли еще ставить какие-либо вещи в передней части 3 окна двойное остекление окна все открываются с москитными сетками солнцезащитными шторками передние окна открываются все по раздельности по этой стороне у нас три окошка 1 4 окошка одно из них не открывается как вы поняли тоже на проток отрана дверя вот с этой стороны у нас есть подключение газового оборудования дополнительным то есть например здесь можно сделать летнюю кубку на входной двери есть еще дополнительные зажимы для того чтобы никто не пробовал изламывать даже то есть открывается ручка и прислоняется вот сюда в исправном состоянии резинар 14c я уже говорил это ниже для храни ниши для хранения вещей доступ есть как отсюда так и изнутри каравана это доступ под нашу французскую кровать сзади есть возможность повесить велодержатели вот сейчас посмотрим как там дела обстоят все в порядке каких весь караван в целом это включение точнее штатное место для кассетного биотуалета кассета на 15 литров с емкостью для смыва повыше соответственно кассета все все оборудование работает все всему обучаем на месте непосредственно вот это слив слив воды грязный то есть серая вода выходит отсюда по этой стороне в принципе вот не сказал про подключение газового вода водоснабжения прошу включения вода подключается здесь у нас насос помпа включается в комплекте идет насос помпа также можно переоборудовать и поставить бак на 75 литров соответственно запас воду всегда будет автономным внутри это имеется ввиду то есть вырезать горловина и уже через нее попадает вода в наш бак который будет стоять примерно здесь же либо с другой стороны это уже будем смотреть по возможности но факт установить его сто процентов можно это факт вот так же есть здесь выхлоп от нашего бойлера работают от газа и 220 эта крышка снята сейчас для того чтобы спокойно выходил выхлоп в принципе сейчас можно переходить к осмотру внутри фотографии данного каравана уже есть на нашем сайте первый караван ру ссылка есть в описании дополнительные фотографии также какие то какое то описание есть еще раз подтвердить мои слова с левой стороны относительно входной двери у нас есть два дивана метр пятьдесят пять метр шестьдесят длиной и семьдесят пять сантиметров шириной собираются они в одну большую кровать с помощью жестких ламелей которые выезжают у нас по середине тогда у нас образовывается кровать уже метр шестьдесят на два по ширине прицепа кровать двухметровая вот чуть выше у нас идут ящики для хранения вещей здесь мы можем положить любые вещи любого ну те которые вмещаются сюда физически вот все окна вот еще раз говорю оснащены москитными сетками солнцезащитными шторками то есть москитные сетки у нас полностью опускаются либо убираются солнцезащитные шторки у нас есть промежуточные фиксации как сейчас сделано они все на одном уровне остаются полки поместительницы сами по себе вот такие то есть места довольно много передние чуть поменьше но вполне достойно достойно по размеру также эта столешница собирается выдвигается точнее и собирается небольшой столик помимо этого столика есть у нас еще стол дополнительный который раскладной стоит он в специальном месте в караванах у всех по разному это место выглядит точнее в разных местах находится но стол главное в комплекте идет вот кухонный блок кухонный блок состоит из холодильника холодильник у нас здесь тетфорд работает от газа 12 и 220 вот в исправном состоянии также будем демонстрировать как и любое другое оборудование перед полным расчетом у нас на стоянке здесь у нас имеется раковина раковина с насосом помпой ну на уже помните куда подключается я показывал вот приспособление как разделочная доска приспособление для слива посуды то есть ставим сюда посуду и мокрую и она соответственно будет скатываться водичкой в раковину обратно здесь у нас четырехконфорочная газоэлектрическая плита три конфорки газовая одна электрическая электрическая колонка не в лучшем виде конечно но главное что она функционирует как надо ниже у нас идет духовой шкаф гриль чуть поменьше это гриль у нас вот он так выглядит а духовой шкаф у нас побольше соответственно он больше нет вот здесь также есть две полки кухонные так скажем кухонных приспособлений каких-либо и здесь у нас тоже самое то есть тоже какие-то приспособления кухонные сюда кладутся тарелки и так далее это окошко открывается с москитной сеткой солнцезащитной шторкой использую нас может как вытяжка то есть отсюда будет выходить пар и так далее вот и также помимо этого есть еще выше у нас вот такой вот люк люк непростой он идет с вентиляции с примитивной вентиляции вентилятор стоит работает двух направлениях стоит у нас над кухонным блоком грубо говоря тоже используется одна из главных функций это вентиляция помещения при готовке помимо этого прочее всего прочего он еще используется для того чтобы просто освежить помещение по ним все понятно кухонному блоку также относится у нас данном караване и плита и микровая печь прошу прощения это микровая печь обычная 200 220 вольтовая то есть ничем не примечательно но главное что она здесь есть это уже очень здорово здесь у нас идет вот такая вот печка трума печка трума с раздувом по всему салону раздув выглядит вот таким образом как это бежевое отверстие соответственно по всему прицепу они разбросаны выхлоп по всему салону идет работает от газа 220 управление от газа находится прямо здесь это тоже будем обучать вас управление от электричества находится здесь ультра хит это у нас как раз таки управление от электричества нашим бойлером ниже идет управление точнее печка ниже идет бойлер ниже еще это у нас подключение телевидения и обычная розетка 220 которую нужно либо поменять либо поставить переходник для того чтобы у нас работала розетка она тут не одна из них несколько 3-4 как правило данном караване подобного плана караване я имею ввиду вот еще не переходя в другую комнату мы посмотрим шкаф шкаф у нас есть довольно просторный вот кстати стол место для хранения его здесь пакетник так скажем предохранители вот и соответственно выше у нас идет телевизионная антенна перекладина для вешалок чтобы можно было повесить одежду вот ну собственно все шкаф во всю высоту прица все идем дальше переходим теперь другую комнату другая комната выглядит у нас вот таким образом это французская кровать метр девяносто пять длиной метр пятьдесят пять шириной здесь удобно вместиться двойка вдвоем как минимум вот жалюзи открываются если мы здесь поставим условно телевизор мы можем пользоваться им в два направления соответственно и в эту комнату можно отправить и также по эту комнату жалюзи сейчас опущены также можно полностью перекрыть комната с помощью такой вот штор и таким образом выглядит полностью закрывает и соответственно у нас так скажем происходит полностью и полное разделение по периметру здесь также идут ящики для хранения вещей люк 40 на 40 вот разворачиваемся здесь смотрим имеется у нас такая вот раковина с минимальным приспособлением тут для того чтобы могли умыться вот зеркало одно второе далее пол для полотенца центр и соответственно здесь еще несколько полочек вот в принципе тут все практически мы посмотрели осталось нам посмотреть только туалет с душем вот такая вот довольно прочная дверь душевый поддон и туалет туалет с душем можно посчитать отчасти раздельным потому что у нас есть вот такая вот дверь которая их разделяет соответственно это все же не полное различие не полное разделение душевого поддона с туалетом душа с туалетом но все же это и не тот вариант где туалет расположен прямо на душевом поддоне все же здесь есть различие поэтому вот так прицеп повторюсь еще раз 2008 года связь харизма находится в санкт-петербурге и они на 1 улица 50 а все ждем санкт-петербурге у нас местят приезжайте покупайте прицепы на сайте у нас есть ассортимент наш всем спасибо за просмотр ждем всех питере всего доброго до свидания